Всем привет, с вами Сезанна, и сегодня мы затестим набор то ли маркеров, то ли фломастеров. Но вообще на коробке написано Color Brush Pen, 18 цветов, и с обратной стороны, если посмотреть на фотографию, то они больше похожи на фломастеры, такие тоненькие. Также здесь есть вся палитра цветов, и написано, типа, они смешиваются друг с другом, и можно делать градиенты. Блин, я даже сначала не заметила, тут еще есть такая наклейка с магазина со штрих-кодом, чтобы никто это не стырил. Так, ладно, давайте открываем. Вау, они безумно классно выглядят, мне очень нравится подобное оформление. Особенно, как смотрятся вот эти вот цветные части на черном фоне. Получается, сами фломастеры находятся отдельно в таком блистере, и внизу просто коробочка. Так сделано специально, чтобы они лежали статично и все были закреплены. Давайте покажу поближе один из них, и, честно говоря, прям очень сильно напоминает имена лайнер, линер. А еще тут прикольное золотистое сердечко, очень миленько. Колпачок полностью прозрачный, через который мы видим кисточку определенного цвета. Так, давайте сделаем сводч, посмотрим, как они пишут, и что вообще от них в дальнейшем можно ожидать. Ну, знаете, очень даже неплохо, цвет достаточно яркий и насыщенный. Правда, здесь кисточка немножечко прерывается, когда рисуешь сбоку, но ничего страшного, можно рисовать как тоненькие линии, так и толстые, и разные изгибы. И тестировать их в полной мере мы будем на вот таком вот рисунке. Я не знаю, сколько миллионов раз меня просили нарисовать этого персонажа, поэтому, да, сегодня именно его день. Но и прежде чем мы начнем по окрас, хочу напомнить вам, что сейчас в моем инстаграме проходит конкурс. На экране вы можете увидеть призы, которые получит победитель, выполнил самые легкие правила, которые не займут у вас даже пяти минут. Если вы все еще не участвовали, то обязательно спускайтесь по ссылочке в описании или в закрепенном комментарии в мой инстаграм и участвуйте. Время есть до 18 июня. Ну, а мы с вами достаем эти маркеры-фломастеры из упаковки. Так ими намного быстрее и проще пользоваться, потому что каждый раз складывать по одному в упаковку немного напряжно. Итак, ребят, из-за того, что в данном наборе цветов всего лишь 18, то есть выбрать прям самый нужный-нужный оттенок, мы, в принципе, не можем. Пользуемся тем, что есть, или хотя бы немного подходит к тому, что нам нужно. Кстати, прежде чем покрывать какой-либо участок цветом, я на отдельном листочке делала небольшую выкраску, потому что не всегда цвета, которые указаны на самом фломастере, совпадают с тем, что мы имеем в итоге. Еще я не особо сильно заметила вот этого вот смешивающегося эффекта, который был указан на обратной стороне коробки. Я думаю, что какой-либо плавный градиент с помощью них достаточно сложно сделать. Вот знаете, когда ими пользуются, то по качеству они похожи больше на какие-то хорошие качественные фломастеры, нежели на маркеры. Но знаете, если окрашивать достаточно маленькие рисунки в таких маленьких скетчбуках, то в принципе можно, да, можно подумать, что это маркеры, потому что они, ну, полосят так 50 на 50. Вот если вы будете окрашивать достаточно большие участки, даже возьмем, например, скетчбук А5, вот я в таком рисую, то это немного проблематично и долго. Вот если в сравнении с маркерами-кисточками, то этими маркерами намного дольше раскрашивать, потому что они, ну, делают достаточно маленький захват территории, так сказать. И приходится делать супер маленькие мазки, чтобы все заполнить. Чисто по качеству они вполне неплохие, да и выглядят очень красиво и презентабельно. Если сравнивать их с фломастерами, которыми я раньше когда-либо пользовалась, то эти, скорее всего, будут одни из самых лучших, да и плюс по цене они не такие дорогие. Прям точно цену вспомнить не могу, но где-то в районе от 200 до 400 рублей. Конечно, ребят, еще учитываем то, что в каждом магазине цены разные, может стоить совершенно по-разному, даже на 100 или 200 рублей дороже или же меньше, так что да. А еще, если вы заметили, что в этом наборе нет телесного оттенка, даже похожего хоть немного на телесный оттенок, поэтому кожу собственную я и не стала окрашивать. Изначально думала взять какое-то из коричневых, потому что здесь их два плюс оранжевый, но когда я сделала выкраску на отдельном листочке, ну, они очень темные, и мне показалось, что если я все-таки добавлю какого-то темного оттенка в его лицо, в его кожу, то я просто все испорчу. Поэтому не стала этого делать, и просто сейчас заливаю ему черным цветом фон. Также думала, как же мне сделать фон, стоит ли полностью заливать или нет, потому что данными фломастерами очень сложно окрашивать большие участки, и серьезно на вот этот вот один фон у меня ушло порядка 20 минут. Плюс, если углядеться, то видны такие серьезные полосы, так что эти маркеры-фломастер достаточно сильно полосят. Но, несмотря на это, я ни капли не пожалела, что взяла черный цвет, и мне кажется, он сюда просто идеально подходит. Итак, ребят, вот, собственно, все, что я смогла сделать с помощью этого набора, но оставлять так я не хочу, потому что ни кожа не раскрашена, ни его рубашка, поэтому давайте возьмем с вами несколько оттенков маркеров и все это докрасим. Вы, в принципе, и так увидели, какого плюс-минуса результата можно добиться с этими маркерами, ну, а я завершаю образ его, дополняя другими материалами, потому что, ну, так оставлять мне не особо хочется. Воспользуемся обычными маркерами телесного оттенка. Мне кажется, так стало, ну, прям намного лучше. Он не такой белый, не так странно смотрится на черном фоне. Вот, также я добавила немного на рубашку его серого оттенка, потому что в данном наборе с фломастерами этими серый очень и очень темный, и мне кажется, если бы я все это покрыла таким темным оттенком, было бы просто ужасно, будто бы эта рубашка какая-то грязная. Ну, а так стало немножко получше. Самые темные участки я окрасила этим темным, а все остальные уже серым обычным маркером. И, конечно же, в некоторые участки я добавляю свою любимую белую гелевую ручку. Без нее никуда. К сожалению, я забыла сделать блики ему на волосах, точнее, оставить просто белые участки на волосах, поэтому мне пришлось добавлять их с помощью белой ручки, но, в принципе, норм. Ничего страшного. Кстати, сначала хотела просто оставить фон черным или же добавить несколько вот этих моих коронных блесточек, но все-таки потом решила добавить сердечек, потому что к Юре они, ну, больше подходят. И, в общем-то, все. Рисунок полностью готов. Давайте, как всегда, покажу вам его немножечко поближе, чтобы вы смогли все рассмотреть. Вот прям конечный результат с добавлением других материалов мне, в принципе, нравится, да и эти маркеры вполне неплохие. Очень яркие, не растекаются, и плюс, посмотрите, на обратной стороне они совершенно не пропечатались. Вот это все от обычных маркеров, а все остальные участки, они не пропечатаны. И вы, ребят, пожалуйста, напишите в комментариях, как вам такой результат с данным набором, понравился или же нет. Ну и, как всегда, минутка внимания для топа комментариев с прошлого видео. Огромное спасибо, что вы пишете комментарии и оставляете отзывы. А на этом было все. Всем огромное спасибо за просмотр. Встретимся с вами уже очень скоро в следующем видео. И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok